здравствуйте друзья с вами канал я и мой хвост и я олег сегодня я покажу вам как правильно нужно кормить собаку то есть вот мы с вами уже изучили что такое мотивация мотивация зоовитальная бывает жизнеобеспечивающая мотивация и зоосоциальная мотивация мотивация именно когда собака стремится занять какую-то нишу в иерархической какой-то группе ну скажем так в стае который сейчас она проживает для нее такая стая является ваша семья вот именно при помощи кормления мы сможем с вами воздействовать на этот процесс и при помощи кормления вы можете занять иерархическую иерархическое положение именно вожака ну я не буду здесь углубляться и делал не будем дискутировать по поводу того что какими кормами нужно кормить именно заострим свое внимание именно на процессе кормления понятно что существует два вида кормления из современных это натуральное кормление и кормление готовыми кормами но мне удобней я нашел уже какой-то значит определенный корм специально вот здесь насыпал я его в кастрюлю чтобы не рекламировать значит ну давайте с самого начала значит в иерархической группе то есть в стае первым кто кушает первым кушает вожак поэтому прежде чем кормить свое животное свое животное пожалуйста вы покушайте и сделайте это демонстративно чтобы собака видела что прежде чем значит она будет допущена до корма значит покушаете вы то есть тем самым вы подтверждаете свой статус вожака акбар иди ко мне сейчас мы сейчас мы с вами значит пока будем процесс приготовления значит еды собака в это время будет сидеть значит ждать тем самым мы как бы показываем свой статус вожака показываем что мы именно владеем едой и что без нашей помощи собака конечно же не сможет получить доступ к этой еды к этой еде но для того чтобы собачка была здоровая у вас чтобы собачка была не ожиревшая пожалуйста контролируйте всегда именно тот объем еды который вы будете давать поэтому значит вот продаются сейчас во всех магазинах электроники весы и на каждом пакете если готовы этот корм значит написано примерный значит рацион то есть собачка какого веса у вас просто по табличке посмотрите вот моему значит нужно давать порядка 230 грамм но этот процесс потом можно будет контролировать его немножечко можно будет повышать понижать зависимости от состояния вашего животного как убедиться значит что собака у вас не ожиревшая собака в нормальном положении я вам сейчас покажу оборсяйте вот подходите значит собачки когда она сидит в этом положении и начинаете трогать вот здесь пока если ребра у вас не про не прощупываются уже то знаете что собачки нужно значит как бы снизить рацион питания если ребра сильно прощупывается значит нужно повысить этот рацион питания ложись ложись ну значит приступаем я беру взвешиваю количество еды определенная ну это важно не поскупитесь пойдите в магазин они там 400 500 рублей стоит эти весы зато вы будете точно знать сколько вы еды даете своей собаке пожалуйста проводите кормление в определенный период времени ну утром в определенное время какое-то одно и вечером в определенное время тоже какое-то одну плюс минус 15 минут просто у собачки уже как бы формируется выделение желудочного сока к этому времени поэтому отклонение от этих нормативов они как бы нежелательны давайте вот я сейчас пересыпаю еду в миску собачка у меня немножко приболела лапки у нее прибавлели поэтому добавляем здесь лекарства которые нужно давать во время кормления и вот еще прошу обратить ваше внимание на то что я потом руками беру и эту еду все перемешиваю для чего я это делаю ну во первых таблетки не будет видно он съест это охотнее ну таблетки как и дети как и мы с вами не охотно собачки кушают вот поэтому не будет видно но самое главное к еде примешивается запах то есть мой запах от моей руки и у него возникает четкая ассоциация еда мой запах то есть тем самым как бы мы давим на его скажем так сознание еще больше в голове у него закрепляемся как и вожаки то есть ассоциация еда и хозяин и человек который дает еду у него еще больше откладывается перемешали сейчас мы заставим собачку заработать еду смотрите видите он уже с удовольствием он ждет он хочет кушать он посмотрел как покушали мы перед этим у него идет сейчас обильное слюно отделение он желает эту еду но он понимает что это еда достается ему из моих рук я вот сейчас поставлю эту тарелку значит и не сразу еще позволю ему кушать вот я поставил тарелку сейчас я дожидаясь прямого взгляда в глазах ну этот товарищ уже приучены у нас поэтому вы тоже всегда дожидаетесь то есть это его с его стороны это просьба больше глаза его снимать вот он сидит и ждет ну сейчас мы еще немножко поработаем для того чтобы еду получить нужно ее заслужить поэтому быстрее просто хочет сделать все но делайте вот вы ожидаете как вам нужно правильно чтобы он все сделал а ты любишь меня кушать хочешь созрел ну все иди кушать ну не надо процессом снимать собака кушает значит если вот когда у вас щенок маленький еще вы дали значит ему поставили тарелку ну для того чтобы не возникало у него охраны скажем так этой еды чтобы не проявлял он какую-то агрессию то есть в щенячьем возрасте еще подходите и глоти его говорите молодец молодец хорошо кушать то есть собаке не должно быть в голове закрепление того что она должна эту еду охранять и тем более охранять ее от вас поэтому старайтесь проявлять если вот щенок начинает например рычать это у него еще безусловный рефлекс голове откладывается то есть добытую еду нужно защищать просто подходите берете в руки вот так еду и начинаете кормить его непосредственно с рук вот он сейчас у нас торопится думаешь что сейчас у него отнимать не торопись не надо то есть чтобы не было у него неприятных каких-то ощущений с тем что сейчас отберут еду или еще что-то в этом ну если это уже взрослый кобель который собственно говоря уже привык нужно его отучать от того чтобы не проявлять агрессию какую-то просто я не буду сейчас поднимать вы просто резко встаете поднимаете еду у него чашку его положим вы начинаете кормить его нет не ставя еду начиная кормить его прямо непосредственно чашка держа в руках если он проявляет какую-то агрессию проявляя какую-то агрессию резко поднимаетесь тем самым вы лишаете его доступа к еде и у него в голове уже четкая ассоциация складывается то есть это вожак он не дал еду я сделал что-то не то и он мне сейчас эту еду отнял то есть следующий раз он уже задумывается сделать это или не сделать а если вы закрепите это повторным скажем так отъемом еды то есть не надо бить собаку не надо ничего такого делать агрессивно по отношению к ней нужно просто встать резко с тарелкой решить его доступа к еде и тем самым вы подтвердите свой статус добытчика вожака скажем так ну вот у нас собачка покушала иди собачку у нас процедура определенная у нас тряпочка нету тряпочки у нас да ну вот и была у нас тряпочка такая специально сейчас ее стирку отправили мы же сейчас пойдем и живи живем в квартире правильно будем трясти морды чтобы вот эти слюни не разлетались есть у нас тряпочка но вот в данный момент мы сейчас возьмем кухонное полотенца ба он уже знает то что ему нужно вытереть эту морду берем и вытираем как деткам маленьким вытирают для того чтобы у него было желание вот следующий раз чтобы вытирали это лицо но просто после потерь и про это уже знает после протирки лица возьмите закрепите дать ему что-то более вкусное нежели выдавали ему до этого ну как бар нет у меня есть ничего вкусного подруга поэтому ты у нас и так хороший мальчик да всем спасибо за внимание с вами был канал я и мой хвост я олег и и и